Вносились проекты резолюции, за которые голосовали все страны, осуждающие действия террористов. Единственная страна, которая не осудила убийство мирных жителей, оказалась Россия. Наверное, это неудивительно, потому что убиты они были, опять же, из российского оружия. Господин Путин когда-то сказал, что все там камуфляж можно купить в соседнем супермаркете. Но, к сожалению, танки и зал орудия залпового огня в супермаркете купить нельзя. Они пришли из России. Алексей, у меня к вам еще несколько вопросов. Как в Киеве отреагировали на заявление Обама, откровенное признание по поводу его посредничества в смене государственной власти в вашей стране? Вы не считаете это вмешательством во внутренние дела государства? Извините, какое заявление Обама о непосредственном участии в совершении? Да что вы говорите такое? Во-первых, не было никакого участия Запада в свержении. Ну, вы, наверное, просто не совсем понимаете, что произошло тогда на Майдане. Был подписан, кстати, мирный договор между оппозицией и Януковичем, который, кстати, подписал и представитель Москвы. Потом он почему-то свою подпись забрал. По этому договору вступала конституционная реформа в действие. Нам сейчас не нужно пересказывать всю историю этого противостояния. Она достаточно длинная, эфира не хватит. Она очень простая. Янукович просто взял и убежал. То есть вы считаете, что Обама, США в целом и Запад не участвовали, собственно, вот в госперевороте, в смещении Януковича? Я вам скажу. Я вам приведу один только факт. Значит, украинский народ просил санкции против Януковича. Вот эти санкции Западом были объявлены после того, как Янукович убежал из Киева в город Ростов. А ранее Запад не принимал никаких санкций. То есть вот это вот факты, которыми, очевидно, нужно оперировать. Была какая-то там символическая поддержка. Но это есть принцип Запада, который контактирует со всеми. Запад до последнего контактировал с Януковичем и участвовал еще раз в выработке соглашения вместе с Россией. Но янукович его не выполнил. Он просто сделал ноги и убежал, потому что он испугался. Так кому претензии? Спасибо большое. Алексей Гарань с нами на связи по скайпу. Сергей Алексеевич, вам есть что ответить на те факты, которым сейчас Алексей Гарань нас познакомил? Сергей, вы слышите нас? Да, уже слышу. Да, я был просто... Настолько заслушался вот этой песни из Киева, что даже почти чуть не заснул. Вот. Потому что, конечно, человек видит только те факты или псевдо-факты, которые ему хочется видеть. Но тут даже спорить не с чем, потому что это просто типичная такая пропаганда, причем абсолютно ничего не видящая. Что касается ОБСЕ. Когда ОБСЕ подтверждало обстрел с украинской стороны, Киев делал вид, что это неправильное ОБСЕ. Когда в Мариуполе один-единственный раз за всю эту историю ОБСЕ сказал, что это боевики, все, они только с этим фактом и носятся, и больше ничего. По поводу сбитого малазийского Боинга, о котором, по мнению профессора из Киева, весь мир знает, что это сбила Россия. Ну, это бредятина полная, потому что никаких доказательств нет. Насчет российских войск, 10 десантников летом, по которым, на самом деле, факты были очень такие расплывчатые, и в итоге ни у американцев, ни у европейцев никаких доказательств. То есть, космическая разведка, которая на Ближнем Востоке знает все, не может показать нам эти мегадивизии российских войск, которые якобы туда-сюда каждый день, как профессор сказал, ходят и бродят. В общем, и даже заявление ОБАМа он не слышит. Вы же заметили, что человек не слышит в интервью ОБАМа. Российским каналам это заявление не передают, и даже комментарии представителей ГУЗДЕПа после этого. А тогда о чем разговаривать с людьми, если они даже не знают, что заявляет ОБАМа, они услышат только себя. Евгений, к вам вопрос. Вот, собственно, есть ли у вас что добавить к преступлению? Да, есть, конечно. Вот человек вот просто, ну, я не знаю, если такие профессора несут такую ахинею, то что говорить о простых жителях, которые там так зомбированы? Какие советские, российские техника? Он вообще открыть в интернете, в ютубе, посмотреть, российская техника, которая современная. Вот, кстати, да, по поводу техники. Захарченко объявляет мобилизацию, а до 100 тысяч человек собирается увеличить армию. А чем будет эта армия воевать? Это эмоциональный всплеск человека, находящийся в критической ситуации, всего лишь на всех. Какие 100 тысяч? Откуда их взять, эти 100 тысяч человек? Это, ну, нереально. Сейчас примерно в ДНР, там, 20 тысяч, да, к примеру, возьмем. Вот, ну, еще 20 человек добровольцев в критическую ситуацию могут они взять. 20 тысяч человек? Ну, к примеру, да. Ну, не будем забывать, что оружие взяли огромное количество трофеев, просто огромное количество. В Иловайском котле тысячи и тысячи. А где для него берут патроны для этого оружия? Давайте вспомним недавнюю историю в Абхазии. Камьево-Айжоры Абхазии, где только не брали, от Дудаева до Турции, где только не покупали эти боеприпасы. Примчивость жителей Донбасса, она и всем известна. Найдут, найдут чем воевать. Рассказал, значит, есть. Да вы не забывайте, сколько было СКС в первое время. Примерное соотношение численности тех, кто воюет на стране ополчения местных жителей и добровольцев, которые приезжают из других. 90% местных жителей, 10% добровольцев всего мира. От Австралии до Бразилии. А вот добровольцы, которые приезжают, они, собственно, за какую идею? Есть ли за что воевать? Да, они борются с нацизмом. Неприятие неунацизма. После Второй мировой войны, после 1945 года, у многих вплоть и в кровь на семейном родовом уровне впиталась ненависть к неунацизму. Неприятие другой национальности отвергается. Численное соотношение армии Новороссий и вооруженных сил Украины каково? В три раза. В три раза? Да, в три раза больше на украинской территории. В ВСУ, вооруженные силы Украины, в три раза больше над армией Новороссий. В три раза. Но, пример показывает, вот смотрите, и мобилизованные, и добровольцы. Вот и все. Смотрите, какой резонанс, какое различие в победах и в реалиях. А как вам кажется, насколько сейчас Украине необходимо американское вооружение, и дойдет ли до этого, по вашим ощущениям? Это бесполезно. Через месяц на Украине некому с этим вооружением будет реально воевать. Нациков, по большому счету, идейных нациков, уже перебили. Аэропорт это показал. Вот я вот лично, например, там две недели в аэропорту, у Моторолы, когда там последняя финальная зачистка была, в эфире, только русская речь с украинской стороны. Только русская речь. Дошли до того, что на легких бронированных транспортерах МТЛБ, которым 40 лет будет нынче, полковник, командир батальона с остатками своими приехал туда. То есть уже исчерпались ресурсы. Все-таки, возвращаясь к вопросу поставки американских вооружений на Украину, к нам присоединяется Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов. Он с нами на связи по телефону из США. Николай Васильевич, добрый вечер. Почему, как вам кажется, сейчас США возвращается к обсуждению этого вопроса? Добрый вечер. Ну, этот вопрос вообще никогда не снимался с повестки дня. И часть американского истеблишмента под давлением европейцев, прямо скажем, в общем-то, пытается надавить на Белый дом и на Обаму с тем, чтобы он сделал какие-то, совершил какие-то телодвижения и допустил продажу или передачу какой-то части вооружений Украине. А продажу или передачу, это принципиальный момент? Что-что? Продажу или передачу бесплатно? Обсуждается и то, и другое. Потому что продажа может быть, так сказать, чисто символическая, за чисто символическую цену или в обмен на бартер, на какие-то услуги и условия. Есть вопросы передачи, в том числе вооружений, которые освободились с уходом американских войск из Афганистана, например. Но Белый дом занимает довольно жесткую сегодня позицию и всячески препятствует. Обама говорит, что никакой, так сказать, передачи, продажи и так далее оружия не будет, пока он президент США. Но, с другой стороны, давление на него оказывается довольно большое, особенно со стороны, ну, скажем так, прежнего поколения представителей военно-промышленного истеблишмента Америки. Но большинство экспертов склоняются к тому, что делать этого не стоит, Украине это не поможет, а гораздо более эффективно делать то, что делает Обама, продолжать заниматься экономическим давлением на Россию. И ущерб от этого России будет, как считают в Америке, гораздо больше, чем от передачи вооружения Украине. А насколько вообще для США характерна подставка вооружения другой стране? Собственно, на каких основаниях это может осуществляться? Ну, я думаю, США, то есть такая же позиция, как у России, желающие купить наше оружие могут купить, а какую-то часть оружия можно передавать политически выгодным режимам в расчете на то, что они потом будут нашими покупателями постоянно. Особенных правил нету. США немножко, насколько я знаю, отстает сегодня к объему продажи оружия от России. А примерно рынок один и тот же они пытаются охватить. И для американцев, в общем-то, было бы неплохо с точки зрения бизнеса, если бы Украина полностью включилась в натовскую систему вооружений, там, калибров, стандартов и так далее. Потому что пока, в общем-то, она, скорее всего, пользуется оружием, еще произведенным в Советском Союзе, до страны Варшавского договора и так далее. Поэтому захват этого рынка для американцев, ну, имеет некое бизнес-значение. Небольшое, но все-таки имеет. Спасибо. Второй раз слово «бизнес», «деньги» прозвучало в нашем эфире сегодняшнем. Николай Злобин был с нами на связи. Очень коротко я попрошу дать вас, ну, какой-то прогноз по развитию ситуации. Как вам кажется, чем все это может закончиться и в какие сроки? Сколько еще будет продолжать литься кровь? Ну, я неоднократно говорил, что это всего лишь предыстория начала Третьей мировой войны. Поэтому мой сюжет, это выльется в итоге с небольшим возможным перерывом кодозатища не менее чем на три года. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что со мной в студии был Евгений, замруководитель общественного движения «Новороссия». С нами на дистанционной связи были Сергей Михеев, Алексей Гарань и Николай Злобин. Всего вам доброго и удачи. Спасибо.